Будь в форме! С телепрограмма.про. Сайт в большом городе. Всем привет! Наши друзья с телеканала СТС пригласили нас на съемки новогодней серии всенародно любимого сериала Воронины. Ну, как известно, мы одни в гости не ходим, поэтому приглашаем вас с собой. Пошли! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажите, Александр, вас не бесит вообще весь этот ажиотаж вокруг Нового года? Нет, я считаю, что это нормальный праздник. Вокруг других праздников ажиотаж меня бесит, а вокруг Нового года нет. Потому что это естественный такой праздник, естественной отметки периодичности жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А какой самый крутой, волшебный и необычный подарок делали вы на Новый год и делали вам? Мне в детстве когда-то, современные дети это вообще не поймут, подарил папа или мама, Дед Мороз, короче, вот такую вот маленькую модельку Нива 2121. Вот если вы хотите узнать, что это такое, можете залезть в интернет, найти эту модельку. Сейчас они уже, конечно, делают все... Это все не то. Вот раньше, 300 лет назад, вот была такая моделька Нива 2121. Это был самый любимый подарок. Мой там даже колесики передние поворачивались, и было все... Десять лет назад у меня был уже, ну как, новогодний такой подарок, это рождение дочери. Родилась она 29 января, ну, первый месяц, он всегда новогодний, и это, вот я говорю, самый замечательный подарок у меня в жизни был. Вообще, мне кажется, самый волшебный подарок, который я получал, это мои дети. Мне одна была весной, второй осенью. Ну, все-таки это были самые волшебные подарки. А самые желанные, ой, я даже не помню, я даже не могу сказать, вообще у нас... Я не могу вспомнить, не знаю, пожалуй, наверное, все-таки дети. Какой я дарил подарок? Ну, наверное, это в детстве, когда деньги, которые я первый раз сам заработал, работая во время летних каникул, на эти деньги я купил маме подарок. Это были румынские сапоги, которые стоили невероятных денег в советское время, где-то 60-65 рублей. Но я работал в колхозе, в деревне, там были хорошие зарплаты. А я еще, наверное, я сделаю подарок этот в этом году своим детям. Ну, что это, я говорить не буду, они, естественно, узнают, заспойлерят. Так что мой лучший подарок в будущем, в недалеком, а мне тогда подарил вот Дед Мороз замечательную Ниву. А вот так выглядит новогодний стол Ворониных. Еда, кстати, настоящая. Но насчет черной икры я все-таки не уверен. У меня, знаете, самый волшебный подарок, это когда бабушка, любимая моя бабушка, дарит носочки. Это всегда, это самые незаменимые нужные вещи, которые... Да вообще любой подарок на Новый год, мне кажется, становится волшебным, потому что он, не знаю, он окутан каким-то таким новогодним таинством, что в любое главное, чтобы твой подарок после 12-го удара не превратился в тыковку, и ты не остался с крысами. Поэтому, не знаю, видимо, мой самый волшебный подарок еще впереди, буду оттачивать свое волшебное мастерство, а всем желаю в Новый год не оказаться в тыкве за столом и с крысами. Так что окружайте себя хорошими людьми и заранее заготавливайте подарки. Воронина же уже не первый год отмечают вместе и собираются за одним семейным столом. Расскажите, пожалуйста, какой Новый год именно в рамках сериала вам запомнился больше всего? Да вы знаете, они все 8 новых годов, которые мы встречали вместе с семьей Воронина, они все памятные, они все останутся с нами на всю жизнь. И, конечно, каждый год отличается, каждый год по-разному проходит. Ну, всегда дружно, весело и в любви. Стоп! Снято! Субтитры создавал DimaTorzok